В этом видео мы покажем и расскажем про общепит в Николаевке и фастфуд, свой взгляд на цены и качества, а также по комментариям из прошлых роликов покажем некоторые места в Николаевке. А в конце видео приготовим вкусную шурпу в гостевом доме в Николаевке. Одно из самых популярных мест это столовая Хатынка. Там еще на втором этаже детский игровой клуб получается находится. Кстати, вот здесь неплохой безалкогольный мохит, нравится. Ребенок постоянно пил. Вот, но так как столовая работает с 8 утра, что тоже бывает достаточно удобно, попадали в основном туда на завтрак. Вот такой вот завтрак в среднем обходится от 500 до 600 рублей на 3 человек, в зависимости от того, что вы заказываете. Вот примерно такой же завтрак, только там котлета на кашу заменена. Ну и если вам интересно, вот небольшой ассортимент, достаточно вкусно, хорошо. Расположение перед рынком. Обед и ужин в этой же столовой обойдется примерно 600-800 рублей на 3 человек. Это вот такой фонтанчик тут перед столовой обойдется. Рядом еще игровая зона, вот детская площадка находится огороженная. Куда вход свободный, могут люди все зайти и поиграть. Ну а мы проедемся по набережной и скажем здесь, что ели и отзывы об этих местах. Вот в этом магазине, например, можно купить разливной коньяк. Ну и пиво там разливное тоже есть. Вот здесь вот пробовали шаурму, стоит 200 рублей. Ну ничего такая вкусная, сочная. Так, едем дальше. Ну вот здесь везде практически разливное пиво, везде продают. Вот получается, вот если прямо ехать, справа будет новая набережная. Мохито вот справа, это там ночью дискотека, потанцевать можно. Справа вот здесь музей, там аквариумные рыбки, но мы не ходили. Там вход 350 рублей взрослый, детский 250. Слева вот магазин, разливное пиво, можно там же присесть, в принципе. В принципе, тут постоянно идут какие-то кафешки. Вот на этом месте сейчас чуть-чуть остановимся. Заходили вот в кафе Дружба, шашлыки из Самвелла. Можно на вынос, можно вот эти у Самвелла шашлыки там поесть. В принципе, люля очень вкусные там. А брали на вынос два люля, там куриные эти крылышки и картошка запеченная. Вышло 900 рублей. Вот в этом доннере тоже шаурма, 200 рублей стоит, ничего так нормальная, сочная. И картошка фри 100 рублей, к ней дают соус на выбор любой. Едем дальше. Тут вот справа будет тир. Ну вот, например, в Бахчисаревском поэрике миниатюр тир понравится больше в плане призов и клиентаориентированности. Вот здесь на углу пиво и напитки, лимонад к вас продается. И мы сейчас едем, получается, на сторону базы отдыха Скиф. В комментариях просили показать авангард и чайку. Пансионаты. Сейчас вот как раз это сделаем. Вот справа чайка, сейчас проезжаем, сделаем остановку и покажем детально более с той стороны. Вот гостиничный комплекс или пансионат. Чайка. Три звезды. В принципе, здесь внизу кафешка для всех посетителей. В этом году не останавливались. В том году, по-моему, заходили. Ну, отзыв никакой не оставлю. Не помню реально. А вот сюда вот слева заведения в этом году не заходили. Так как еще воспоминания были с прошлого года. Ни сервис и качество отношения к гостям, ни качество того, что заказывали, вообще не понравилось. Не знаю, может в этом году уже исправились. Напишите в комментариях, кто там в этом году был. А это вот по просьбам в комментариях сняли пансионат авангард. Внутрь не попали. Там на входе охранник стоит. Так что сняли снаружи. А кто там был раньше, напишите, что он сильно изменился. Даже внешний интерьер. И это у нас получается между базой Скиф. Там рынок, получается, новый рынок, что ли он как еще называется. И старый рынок, который в центре для автовокзалей. Это вот дорога пешеходная. Ну и машины там тоже могут ездить. Да, напишите еще в комментариях, кто в каких местах был, где как понравилось, где еще можно поесть, где лучше не стоит есть. Так сказать, отзывы. Потому что места много, везде тоже побывать не было возможности. А мы переходим к приготовлению шурпы в гостевом доме. В общем, долго про приготовление шурпы рассказывать не будем. Что надо? Казан, костер, вода, мясо и овощи. Все это закидывается от мяса в данный момент. Варится, варится, варится. Потом потихоньку закидываются овощи, картошка закидывается и все это варится. Среднее время варенья около двух часов. Она такая прям жирная получается вообще. И есть ее можно прям под коньячок. Четыре тарелки зашло вообще в легкую. Вот, оставим тогда приготовление шурпы под музыку. В принципе, на видео будет все понятно. Ну, подписывайтесь, ставьте лайк и пишите комментарии про заведение Николаевки. Где можно поесть, где не стоит. Чтоб людям тоже, кто приедет, знали, куда идти, куда не стоит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА